Данилеченск, Приморье Я отвечу на те вопросы, которые поступили за последние две недели Самые животрепещущие Затем познакомлю вас с Хабаровской линией абрикосов Ее лучшими сортами По той причине, что появилась куча специалистов-академиков Которые начинают придумывать что угодно Видимо, абсолютно не знакомы с книгой академика Казмина Абрикосы Дальнего Востока Затем несколько слов об Аморелисах Которые у меня за спиной Ну и, в общем, потом перейдем уже К таким крупным, большим, глобальным вопросам Итак За последние две недели Мы тут что-то все разболелись совсем Я так, как по проволоке, как в цирке хожу До компьютера Ну ничего, мы держимся Впереди весна Я постараюсь ответить То, что поступило Особенно Интересное Колотенкову Его гостевую Вы что, уже абрикос привили, Эдуард? Да, Эдик Мы все уже привили Все привили И уже забыли Что нужно было их прививать Вы очень просили Чтобы вы вам нарезали черенки Мы вам нарезали Они до сих пор Лежат у Латенкова И он, бедный, мучается Взад-вперед И перетаскивает По той причине, что Те, сколько ему нужно Он давно уже привил Затем Из Швеции Тиммермани Задает Следующий вопрос На какую Афротунию Прививаете вы Когда И Значит Предлагает там А вот я знаю Что есть трехлопастная Что Есть миндаль Трехлопастной Вот И Некоторые говорят Что на фротуни Нельзя прививать И так далее Прививка Афротунию Давно Уже По зоне Челябинска Это Южный Урал Проверено И Подтвердило Что Она может выступать Но вы внимательно Читайте Меня Начинает Тести Потому что Ведь четко Написано Что Найден Гибрид Гибрид Афротунии Который На которых Который выступает В роли Подвоя Нет Начинает Изгаляться Искать Где-то Что-то Как-то Чтоб Показать Что они Вот такие Вот Разносторонние Вот Еще раз Для тех Кто Очень хочет Прану Стрелоба Не является Подвоем Затем Следующий Вопрос Вот Сливы Китайки Или Сливки Или Сливы Усурки Являются Подвоями У Латин Латин Который Юрий Алексеевич Коль Этот вопрос Вы Не можете Усвоить На компьютере Наберите Сливы Китайки Сливы Усурки И внимательно Отработайте Эти вопросы Это Не одно И то же Ольга Целепова Затем Такой Вопрос Ну я Считаю Это вопрос Вот Это уже Ко мне Был Обращен Вот Бродский Говорил Что Используя Вишню Войлочную С косточкой Неперой Поначалка То В них Содержится Лаэтрил Амигдалин Через Сердочку Который В организме Человека Превращается В Синильную Кислоту А почему Вот Ви Он только Говорит Об абрикосе А вот Вишни Там есть И только Вишни Можно отравиться Да можно Чем угодно Отравиться Любые Косточковые В разном Количестве Содержит Этищик Вы Повторяю В разном Количестве И поэтому Я привел Как частный Пример Вам То Что я Хорошо Знаю Сколько Можно Потреблять Потому Что я Уже В течение Шести Лет Каждый День Утром Начинаю И Заканчиваю День Тем Что Разжовываю Или делаю Порошок Из Косточек И Им Лечусь Я бы Давно Уже Умлял Но Так Вот Оказалось Что Изучая Наследие Наследие Орочей Я Обратил Внимание На Те Растения Которые Их Сопровождали От Момента Рождения До Их Смерти Те Которые Они Использовали И В Пищу И В Быту И Которыми Они Лечили Но Я Вам Оля Говорю Никто Не Изучал Нигде И Нашел Материалов Свою Бытость Это В 65 66 Году Тогда Еще Что-то Проскальзывало По поводу Вишни А на сегодняшний день В общем-то И Концом Не найдешь Никто Ею Практически Не Занимался По той Причине Что Настоящую Дикую Вишню Нужно Первое Идти В тайгу Второе В одиночку Вы ее Не соберете Потому что Она Располагается На таких Свалах На таких Скальных Козырьках И так далее Что Нужно Без Специального Оборудования И в одиночку Ее Оттуда Не Соберет Я На этом Закончу Так Дальше И Последнее На сегодняшний День А то Если Начинаю Все С ругани Нами Открыт Новый Сайт Дар Небес Я Жду Моих Друзей Чтобы Они Зашли На этот Сайт И Познакомились С ним И Далее Можно Будет Можно Будет Делать На этом Сайте Новые Заказы Чтобы Они Не Путались На Август Месяц На Восьмое И частично Остатки Там Седьмого Поколения Абрикосов Крупноплодных Новых Крупноплодных Гибридных Форм Затем Я Сразу Предупреждаю Что Если Мне Пишут Так Например Саша Знакомый В английском Языке Вот Или Дарья И Начинает Я Живу Там Я Хочу То У Меня Вот Такая Болячка Вы Сните Мне То 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 Я Прошу Как Учили В школе Фамилия Имя Отчество Полный Адрес А потом Также Полный Заказ И какое Количество Штук Нужно Вам Посадочного Материала Вот тогда Мы с вами Будем Разговаривать В противном Случае Я Сразу Нажимаю На кнопку Спам И Вы Тут Ж Вы Летаете И Потом Мне Пишут А мы Уже Три Раза Вам Делали Заказ Вы Уже Три Раза В Спаме И Никто Вас Выискивать Назад Не Будет Теперь Переходим К Хорошему За Моей Спиной Новых Два Гибрида Гиперастрома Из Семейства Амарилисовых Я Вот так Вилочку Она Контактна И Хорошо Ее Будет Видно Руку Извините Она Мне Не Понимается Обратили Внимание Он Крупно Свитковый И По Краю Красный Ободок Я Его Опылил У Меня До Этого Была Малиновая Форма Эта Форма Ближе К Красной То же Самое Зев Там Желтый Красный Так Пыльцу С Этого Я Перенес Сюда С Белого Сюда На Второй Свиток С Белого На Белый Перенес То Беж Таким Образом Здесь Получится В результате Через Месяц Получатся Семена Я Убрал Уже Мною Уже Получены Семена Целый Пакет Потому Что Значит Все Тридцать Четыре Тридцать Четыре Оттенка Значит Дипераструмов Продолжает Еще Свести Начали Где-то Перед Новым Годом Январь Февраль И Марк Я Надеюсь Что Они Будут И Еще Свести Далее Запомните Что Аморилисы Это Луковичные Растения Святующее Летом И Зимой Ну Можно Заставить Свести Два И Даже Три Раза Для Этого Подойдет Луковица Диаметром Не менее Четырех Пяти Сантиметров И Если Вам Предлагают А сейчас Листа Начнется Появится Масса Перекупщиков И специалистов Торгующих Различными Цветами Аморилисы Нужно Брать Не менее Диаметр Шесть Сантиметров И Если На нем Есть Листья Должно Быть Четыре Крупных Больших Листа Ни в коем Разе Не Срезанные Просто Аморилисы В них Прекращается В горстке Полив Листья Высыхают И когда Они Полностью Высохнут Вот Только Тогда Такую Луковицу Можно Покупать Затем Зимнее Светение Продолжается Как Я Уже Говорил С января По Март Затем Как Только Они Отцветают Я Начинаю И Вызреют Семена Это Сильно Влияет На Луковицу Луковица Видите Я хочу Показать Вам И Семена Я Показать И Цветение Поэтому Луковица Даже Если Она 6 Сантиметровая Она К Концу Вот И Цветение И Сбора Земян Она Поуменьшится Почти В половину И Чтобы Привести Ее К Следующему Цветению Нужно Чтобы Она Набрала То Ее Нужно Высадить Будет Куда-то В Новый Горшок Может До Пол Сантиметра Побольше Либо Скоро Весна В Грунт И Нагоращивание На Грядку С Очень Высоким Адрофоном После Того Как Он Отцветет И Я Соберу Семена На Нем Должно Быть Не Менее Четырех Крупных Листьев Полив Постепенно Я Сокращаю И Обращаю Внимание На Луковицу Потом Весене Что Луковица Должна На Одну Треть Быть Над Поверхностью Земли В Горшке Или Грунта И По краям Два Три Сантиметра До Края Горка Никакой Большой Горок Нельзя Появится Маста Деточек Вокруг Израстет Это Будет Клумба Которая Никогда Толком Треть Не Будет Придется Ее Вводить В порядок Уменьшаем Уменьшаем Полив Вот Эти Лилипять Листиков Они Желтеют И Мы Их Не Трогаем Пока Они Как На Луке Пока Они Сами Не Высохнут После Этого Наступает Состояние Покоя Луковица Снимается С подоконника Куда Нибудь Прохладное Темное Место Ну Там Под Бебель На балкон Где-то Вы Убираете Его И Когда Аморилису Захочется У каждого Сорта Срок Сна В пятке Различный Появится Цветочная Стрелка Листья Вы Ещё Не Долго Быть Сантиметров На Десять Пятнадцать Вот Только После Этого Вы Начинаете Аккуратно По Стенкой Не Наливая На Луковицу И В Луковицу Понемножку Поливать Выбросит Она Цветонос Обычно Это Четыре Крупных Цветка Зимой Можно Оставить Для того Чтобы Любоваться Летом Как только Распустились Сразу Срезайте Убирайте Летом И так Хватит Цветов Для чего По той Причине Что Но Не выдергивайте На силу Остатки Цветоноса Он Сам Засохнет И Сверху Обязательно Его Залепите Пластилином Либо Что Это Дудочка Внутри Как у Лука Полая Чтоб Туда Не попала Вода И не пропала Луковица Когда Она Абсолютно Высохнет Так Листя Все Кругом Вот Опять Отправляйте В состояние Покоя И Затем Он Опять Два Три Месяца Запросится Опять Цвести Чем Бережнее Будете Относиться К Материалу Тем Чаще Они Будут Вас Цвести Гибридные Формы Промежуточные Можно иметь Какие Угодно Я уже Показал Пайца С одного Растения Переносится На другое Вариаций Вы можете Сделать Много Семена Я повторяю У меня Есть На сегодняшний День В Достаточном Количестве Мы Этот вопрос Заканчиваем Теперь Как я И Обещал Мы Будем Говорить Об Хабаровских Хабаровской Линии Абрикосов Хабаровская Линия Абрикосов В основном Началась В результате Работ Академика Каймина И его Учеников Хабаровских Абрикосы Абрикосы Которые Он Получил Это Ароматные Слегка Опушенные Это Плод Здоровья И Долговетия Первым Пробовал Перенести Этот Южный Экзот В Наших Сироты Иван Нечуин Перемещая Молодые Саганцы Из Одного Района Постепенно Следующий То Бишь То О чем Я говорил Было Десять Тысяч Лет Китая Народная Ступенчатая Передвижение Сорта Из Южных Районов Постепенно В Более Северную Садовод Ефремов Вышел Из Благовещенска Мичурину Сеянцы Абрикоса Манжурского Вот Это И Был Сеянцы Абрикоса Манжурского С Каким Культурным Сортом Не Известно Но Этот Первый Культурный Сорт Для Средней Полосы Было Назван Лучшим Мичуринским И На Сегодняшний День Вся Вместе Какая Будем Говорить Советская Или Русская Наука Лучший Сорт Практически Ну Не Нашла Кроме Манжурского В России Произрастает Еще И Сибирский Он Тоже Выносит До Сорока Иногда Даже До Пятидесяти Градусов Цельсия Казмин Использовал И Сибирский И Манжурский Абрикосы В своих Работах Я Тогда Еще Не Был Знаком С Работами Казмина Мы Своим Путем Шли Мы И Пришли К Единому Выводу Нельзя Путать Селекцию Манжурской Линии Абрикосов Первый Из которых Были Хабаровские Потом Повно Владимир Позже О ней Буду Говорить В Другой Передаче Вот Что Только Манжурский Абрикос Только Манжурский Абрикос Можно Использовать В качестве Подвоя Декультурных Сортов Наиболее Наибольшей Популярностью Пользуются Полученные Лаборатории Казмина Сорта Три сорта Три сорта Хабаровский Академик И Амур Которые Составляют Основу Производственных Сортов На территории Приморья Хабаровского Еврейской Что-то пропустил Амурской Умности Вот Четыре Территории И Пятая Территория Это Самый Юг Сахалина Там Начинает Его Он Осваиваться Приморском Крае Сорта Хабаровский И Академик Где Получили Должного Распространения По той причине Что Они Поражались Гнилями А вот Такие Как Алгустин Ферасим В Амурской Там В Приморье Хорошо Опасы Они В Амурской Области Амур Ну Там Еще Еще До сих пор Выращивают Отдельные Сорта Не Имеющие Промысленного Значения Это Те Сорта Которые Выращиваются В сланцевой Форме И Требуют Очень Кропоткой Работы И Особого Внимания Что Их Объединяет Эти Сорта То Что У них Появилась Устойчивость К Растрескиванию Плодов Во время Сильных Дождей А вы Прекрасно Знаете Что Особенно В Приморье Климат Муссонный У нас Бывает Дождик Начнется И он Закончится Ровно Через Месяц И В это Время Мы Все Плаваем Поэтому На Сегодняшний День Я Вот Посвятил 50 лет Своей Жизни Даже Больше Наверное Тому Что Отбирал Различные Формы Абрикоса Который Бы Не Боялся Затопления Который Бы Не Боялся Воды И Так Далее Далее Обязательное Качество Абрикоса Еще Следующее Это Обязательное Отделение Мякоти От Косточки Затем Сладость Ядра Кожица Кожица Не Должна Содержать Горечи Итак Почти Почти Всем Вот Этим Перечисленным Качеством Отличает Только Амур Но К сожалению И он Несет Горечь Косточки И Передает Ее В Последующих Гибридах Кругом В работе Поэтому За Стандартный Сорт Принято Считать Сорт Хабаровский И Академик Это Основа Стандартного Сорт 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 Там У них Эти два Сорта Прекрасно Себя Чувствуют И Дают Сумасшедшие Плоды Практически Езыгодно Итак Несколько Слов О Сорте Хабаровский Зимостойкость Сорта У Хабаровского Такова Что В Некоторые Осень Холодные Года Кончики Веток Подминзают Только В Однолетнем Приросте Поэтому Задача Садовода Как Можно Быстрее Подготовить Его К Зимовке То Есть После Второго Летнего Роста Нужно Сразу Подкормить Фосфорными И Калийными Удобрениями Хотя Той Золой Для Того Чтобы Тормознуть Везетативный Рост И Заставить Чтобы Начислось Досрочное Хотя На Неделю Две Одревеснение Побегов По той Причине Что Последние Года У нас В частности В Приморье Зима Бывает Так Что Она На Недельку А то и Две Недельки Раньше Посещает Эту Территорию По Зимостойкости Он Стоит Ниже Амура Но зато Вес Извините 80-100 И даже Отдельные Экземпляры До 120 Граммов У Латинкова Итак Платы Технического Перерыва Мы Начинаем Работать Со Старым Сортом Самым Крупным Сортом Полученным Казмином И его Лабораторией Хабаровске Он Получен Откресивание Сорта Спуртик С Хабаровским Деревья Очень Сильно Рослые С Округло Вытянутой Кроной Кара На Стабе Бугристая На Литвях Первого И второго Порядка Бредно Серое Плоды Крупные Яйцевидные За Острением К вершинке Плодовые Почки Тоже Довольно Таки Крупные И Вступают В плодоношение Где-то По Владивостоку Второго Мая По Дальневеченску Девятого Мая Одиннадцатого Пятнадцатого Мая Хабаровск По Другим Зонам Я не знаю Владын Того Академика Который Был Получен Академиком Казминым Варьировали От Тридцати До Сорока Граммов Они Они Были Округло Вытянуты Формой С Клювиком Мякоть Кисло Сладкая Сочная Косточка Легко Отделяющаяся От Мякоти В плодах Около Двенадцати Процентов Сахара Около Двух И тридесятых Процента Яблочной Кислоты И Около Семнадцати Процентов Сухого Вещества В общем Плоды Можно И Потреблять И в сухом И в Срезом Виде И в виде Различных Заготовок Повидла Компоты Сухофрукты И так далее На Сегодняшний День Старой Популяции Академика Практически Не Сохранилось Например В Южной Сибири И Южном Урале У Моих Друзей В Результате Интенсивной Селекционной Работы Над Академиком Появилась Новая Гибридная Форма Академика Я повторяю Новая Гибридная Форма Академика И Вес Их Уже Не С 30-40 Граммов А Средний 60 А Отдельные Экземпляры Достигает 90 И Даже 100 Граммов Зимостойкость У него Удовлетворительная Есть Один Недостаток Он Боится Солнечных Ожогов Поэтому Ранней Весной Нужно Сразу Там Забеливать И Предохранять Любым Способом От Солнечных Ожогов Которые Особенно Сильны У нас Приморье Особенно В районах Прибрежных С морем Затем Поэтому Среди Этой Популяции Академика Нами Было Выделено Еще Значит Такая Отобрана Значит Ожогостойкие Скелетообразователи То есть Ствол Этого Абрикоса Имеет Очень Толстый Слой Коры Кора Мощная Такая Вся в трещинах И так далее Так вот Благодаря Вот Отбору На это Мало Кто Обращает Внимание На сегодняшний день Исконная Популяция Дальневосточных Академиков Она сильно Отличается От той Про которую Я уже говорил В В Долинных Местоположениях И на островах Я имею ввиду Приморский край Желательно Выращивать Сланцевой Форме Как же Закладывать Сад Сланцевой Форме Все Так Как и Обычный Сад За год До Посадки Вы Формируете Значит Клубы Которые Приподнимаете Над землей На расстоянии 40-50 Сантиметров С хорошим Подъездом Дренозом Саженец Садится Под углом 45 Градусов Я говорю Про сланцевую Форму В Сторон Юга Еще раз Напоминаю Когда вы Приобретаете Сад Сад Четко Разберитесь С хозяином Сад Где Север Где Юг И не Умудритесь Посадить Наоборот Где-то В другую Сторону Будете Мучиться Он Никогда Через 3 Года Не Начнет Плодоносить Он Будет Вертеть Башкой Искать Своё Положение И дай Бог Если Он На 7 11 Год Начнет Только Плодоносить Это Очень Важно И Не Заглубите Сейку В таком Положении Посаженный Под 45 Градусов Вот Нисколько Не нарушит Развитие Стамба Будущего Там Где Ветки Пытаются Встать Вертикально Вы Просто Напросто Их Берете Чем Нибудь Прикладываете Вот Это Могут Быть Два Кирпича И Верёвка Например Один Кирпич С одной С другой С другой И Вы Можете Дальше Близо Как Угодно Или Камни Или Залезя Что Угодно Вот И Передвигая Туда Сюда Вы Будете Формировать Чтобы У вас Там На Некотором Расстоянии От Земли Не Надо Выше Метра Поднимать Затем Позже Перед Зимой Вы Берёте Значит Подрежь Там Сейчас Продаются Китайские Мешки Такие 100 Килограммовые Можно Нужно Их Набить Каким Лёгким Материалом Вот Но Имейте Ввиду Этот Материал Нужно Обработать Сем Так Чтобы Туда Там Не Накапливались Мысли Все Это Подлаживается Вот Там Сверху Прижимается Он Чем Либо Ну Так Таким Же Образом Еще Несколько Тяжелых Предметов Положить Небольшой Слой Соломы Значит Вот Как раз В зиму Медный Купорос Так 100 граммов Медного Купороса Можно даже Наверное Около Сотни Даже Ну 70 Будет Наверняка И Грамм 100 Извести Пушонки Тщательно Забрызгали Все Кругом И Сверху Накрыли Значит Спадбондом Или То Что У вас Есть Выпач Снег Все Накроет И Таким Образом У вас Но Вот тут Хитрость Нужно Постараться Чтобы Вот этот Снег Который Сверху Накопился И То Что Вы Сверху Ловите Это Прорежало Как Можно Дольше Таким Образом Можно Выращивать И В Более Северные Районы Хабаровского Края Я имею ввиду Комсомольск На Амуре И Северные Более Северные Районы Амурской Области И так Далее Таким Образом Я Познакомил Вас С Некоторыми Представителями Значит Группы Хабаровских Абрикосов В последующих Своих Передачках Я Познакомлю Вас Еще Со Следующей Со Следующей Группой Это Владивостокской Популяцией Над Которыми Работали Молодые Учителя Начиная С 1904 12 И 28 Год Затем Следующий Вопрос Который Хотел бы Я С вами Сегодня Разобрать Это Предупредить Вас О том Что На нашу Голову У нас В России Оказалось Под нас Работает 113 Сайтов Это Такие Как Кутепово Русский Сад Виксадру Чистый Мир Это Гипермаркет Сибирский Сад Новокузнец Грин Страна Самый Нахальный Из них Кажется Ландыш Дизайн Который Берет Засаженец От школы Бродского Железова От 1200 До 8500 Рублей И На сайте Там Еще и Ворованные Фотографии Ворованные У Железова И Там Рекламируется Новый Откуда он взялся Непонятно Успех Хотя Фото Абсолютно Не его Затем Они Пишут В Характеристике Что Вот Их Саженцы Вступают На второй Год Сладоношения Представляя Серафим Ну вот Знаменитая У нас есть Такое На юге На юге Приморья ЛПХ Суражевская Под Артемом Так Те Еще Дальше Пошли Не Имея Коллекционного Сада Не Имея Производственного Сада Они Предлагают Людям Самовывозом В большом Количестве Саженцы Ну Сто процентов Закупили Где-нибудь Средней Азии Там Кроме Амура Академика Еще Предлагают Такие Сорта Как Королевский И Редкие Культуры Которые Растут Только В Крыму То есть В зоне Номер Один И то Они там Вымерзают 20 Минус 28 Они Вымерзают Но Реклама Пышет В глаз Затем Близко Непохожий И Тот же Самый Успех И По сайту Нижнего Новгорода Там Затем Такая Флюра Инт Фирма Целый Интернет Магазин Там Тоже Такая Реклама Сады Семирамиды Предлагают От Железова И Бродского Вроде Как Они У нас Покупали Я Еще Раз Предупреждаю Мы Никакого Отношения К этим Фирмам Не Имеем Это Самозванцы И Воровайки Которые Вас Обманят Так Саженцы Предлагают Предлагают Какой-то Абрикос Ран И Средний Сибирская Дача Русские Семена Чистый Мир Воронеж Румяный Грин Страна Посадим Сад Дизайн Русский Сад Интернет Магазин Тамарикс В общем Кутепова Сад И так далее В одном ПК Хабаровске Развелось Уже Три Фирмы Которая Продает Поддельные Саженцы Поэтому Дорогие Мои Я вас Просто Элементарно Хочу Предупредить Весна Впереди Вы Такие Доверчивые Что Все-таки Рискнете И последние Вы любите Свои Сад Свои Огород Вот То Что Вам Дает Здоровье Вы От последних Отдадите Вот Этим Людям Вот Тот же На фарпосте Полянский Володя Он Продает Саженцы 1200 Полторы Тысячи Рублей И Продает Не Знамо Что Зато Так громко Говорится Это Владивостокская Школа Железово-Бродского Ну Ну В общем Я Парк Спустил Немножко Далее Значит Я Хотел бы Поговорить Следующим Вопросом О котором Я Хотел Бы Поговорить Это Поговорить О так Называемой Старой Которой Придумались Ученики В школе Бутылочной Технологии Как На сегодняшний День Живя Вот в этих Однокомнатных Вологобаритных И прочее Подготовиться К посевной Ну Верх окна Обычно Ничем Не занят Итак Вы Берете Бутылки По 5 Литров Или По 10 Литров Прорезаете Сбоку Окошечки И Туда Вкладываете Обработанные Обработанный Картофель Для того Чтобы Он там Яровизировался Когда он Полежит У вас Недельки Или две Вы Снимите Эти Бутылочки Сбрызните Водой И Подсыпьте Туда Вовнутрь Опилочки Перемешанные Золой И Намочите Это И опять Повесьте И К моменту Посадки У вас Уже Будут Не просто Он будет Он будет С большой Такой Корневой Системой Поаккуратнее Потом Можно Повытаскивать Одно Я Я Приспособился Делать В Ячейках Из-под Яичек Ячейки Засыпаю Семесью Опилок И Золы Намачиваю И Вместо Яичек Вставляю Вставляю Вниз Почками Картофель Таким образом На такой Маленькой Территории Получается 30 Картофель И К моменту Посадки Ну Я Позже Подсыпаю 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 Все это Вот Но Легко Намочил Легко Разламывается Но Это Уже С корневой Системы Я не говорю Что это Целый Огород Там Можно Погонить Ну Для себя Чтобы было Пораньше Все это Таким образом В феврале Поставил Поставил Картофель Вот И Вытащили Его Из семи Вот Только Не забудьте Обязательно Вот такой Картофель Который Вытащили И Ложите На Сратификацию Чтобы Не занести Там Паршу И все Против Ну То что В предыдущем Года Осталось Облейте Просто Облейте 50 55 градусов Горячей Водой Выбрахуете Все больные Слубни Полностью Вот Через Полторы Недели Проведите Кольцевание Это вот Или как Сейчас Называется Это Китайский Способ Способ Когда Для того Чтобы Была Не одна Вершинка Не один Лидер А два Три Ну В зависимости Как вы Сработаете Глубина Надреза Два Три Миллиметра Вот Эту Рассаду Можно Держать На подоконнике Если она Сильно Израстать Можно Ее перейти В то место Где По Прохладе Например Там Коридор Либо Ну В теплицу Или 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 Где-то Чтоб он Перестоял Хотя бы До 14 Марта Я говорю Четвертая и пятая Зона Вот по Дальневеченску Приморского Тракая Далее Зачем Когда На улице Уже Там Соседи мучаются Ковыряются Копаются А она У меня В ящике Растет Вот в этих Ячейках Растет Потом В одночасье Делаю Бородочку Раскладываю Через 35 Сантиметров Одну Посадочную Единицу От другой Добавляю Там То Чем Бог Послал Что-нибудь Из подкормки И Никогда Грядку Не топчу У меня Шестиметровая Доска Есть Которую Я все время Перебрасываю Вот так И хожу Только по ней Как только Я ряд Уложил Картофеля А он Уже с корневой Системой Я его Раз И на 10 Сантиметров С головой Окучиваю И когда Мои соседи Начинают Садить Картофель Мой Картофель Уже Вылез Но не Давайте Вурости Вы его Окучиваете Второй Потом Третий Раз А между Рядья Заваливаете Листом Кофениной Опилкой Со всякими Господами Очень хорошо Идет Вот эта Вот Трава Где Стревут Там Газоны И прочее Можно Прямо Наваливать Кругом Слегка Присыпьте Залой И Увидите Затем Если Всего Абсолютно Нет То Очень Хорошо Междурядья Уложить Картоном Картона Ящики Разным Магазином Окунули В бочку С минеральными С минеральным Раствором И Зеленным Раствором Который Вы приготовили С крапивой И другими Там Травами Раз Отнесли И положили Вот На Вот Эту Преокученную Травицу Из Другой Сторожно Вот А вот Тут Сразу Смотрите Если У вас Появились Самый Лучший Друг Картошки И Ваш Это Конечно Картофель Я Беру Сразу Килограмм Гороха Замачиваю В ночь Варю Чтоб он Только Не Развалился Добавляю В него Любой Химический Препарат Который Продается Я Повторяю Любой Таблетка Или Раствор Или Что Угодно Затем Вот Заливаю Значит На некоторое Время Там На час Или на два Этот Горох Резиновую Перчатку Либо Совочка И Раскидываю Они Выползают Из Нор А сверху Мы в домике То есть Сверху Картон Влажный Они Выползают На картон А там Их Лакомство Они Наедаются И Уползают Туда Опять Вниз Через Вот Вот Все И Затем Существует Такой Очень Простой Способ Когда Если Вы подойдете Столбу Телеграфному Он Гудит Поэтому Постарайтесь У себя На картофельной Грядке Вбить Несколько По 3-4 метра Значит Жердей Чтобы Сверху Была Вот Эта Вертушка Которая С гвоздика Которая Прибита Вертушка И В землю Опускается Проволока И Если Приляжешь На землю Послушаешь Земля Тоже Будет Прискотеть Зубы У нее Сразу Заболят А Она Хветает Она Сразу Перейдет На соседний Участок Ну Вот Я Химический И простой Такой Народный Способ Как Уничтожить Значит Как уничтожить Вашего лучшего друга В огороде Просто Что Где-то Вы тут Слыхали Что В Приморском Крае Появилась Японская Тыква Да Уже Наверное Лет Двадцать У СМИ Постоянно Каждый год Говорится Все это Тыква 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 Вот В Японии Вот почему-то Она плохо растет Поэтому На юге Приморья Выращивают Эту тыкву Производится Для Японии Только Пятьсот тысяч Тонн тыквы По импорту На каждого Японца Выходит Где-то В порядке Десяти Чилограммов Тыквы Они считают Ее Очень Вкусным Плодом Чем же Японская Тыква Отличается От нашей Во-первых Размером Все наши Только вот 2-2,5 килограмма Вот И Из них готовят Болиуда Которые съедают За один Присед Самое главное В этой тыкве Ее биохимия Оказывается В ней Сухих Веществ В несколько Раз Больше Нежели В нашей Российской Тыкве У нас До 18 Процентов Сухого Вещества А у них До 35 Из Сахаров В клеточном Соке У Российских Тыкву Где-то 6-10 Процентов Всего лишь А у них 18 И даже Более Процентов Она Сладкая Ее можно На терке Натирать И просто Делать Сразу Из Ее Салат Так вот Оказывается Это Очень Хорошее Профилактическое Средство От Многих Болезней В том числе И онкологических А наличие Крахмала Аж 12% Улучшает Перестальтику Кишечника И повышает Пищевую Ценность Дальше Где вы можете Заказать Семена Село Новогеоргиевка Октябрьский район Село Светлое Черниговский район Новицкое Партизанский район Суражевка Город Артем Имеется В продаже И тыква Японская Это в основном Та которая Нестандартная Кило 200 Кило 300 Такие Но наши Сами не хотят Есть Скармливать В основном Поросятам И коровам Вот Поэтому Вот я Так сказать Вам Рекламирую Этот Дальневосточный Заморский Продукт Который В громадном Количестве Вывозится От нас За границу 500 Тон Вы представляете Сколько Это Наши Есть Не хотят Видимо Жареный Петух Еще Не клюнул Но сегодня Я на этом Заканчиваю Свою Беседу До свидания Всего вам доброго